Здравия всем желаю, продолжаю историю про Севастополь. 12 ноября 1941 года в результате повреждений полученных от налета немецкой фашистской авиации после ожесточенного боя с этой авиацией в Севастополе затонул от полученных повреждений наш крейсер «Червона Украина». Командующий флотом приказал к 20 ноября 1941 года снять с корабля вооружение для комплектования береговой артиллерии. Эта задача была возложена на ИПРОН. Для снятия орудий и выгрузки боеприпасов были организованы команды из личного состава БЧ-5, корабля и водолазов. Палубную артиллерию удалось снять за 10 дней. То есть ее свинчивали с силовых барабанов, на которых она стояла, и снимали с корабля. Выгрузка боеприпасов освожнялась креном корабля. Водолазу приходилось нести снаряд на руках до верхней палубы, а затем он передавал его другому водолазу, который укладывал снаряд в специальный мешок. Его поднимали таким образом на поверхность. К 25 ноября, то есть через 5 дней, с корабля было снято 9 130 мм орудий, одна спаренная 100 мм установка, орудия малого калибра, зенитные, торпедный аппарат и 4000 снарядов, продовольствие и обмундирование. После 10 декабря работы на крейсере были прекращены. Орудиями и личным составом крейсера к 27 декабря 1941 года были укомплектованы 4 двухорудийные батареи береговой обороны номер 113, 114, 115 и 116. Позже они получили номера 702, 703, 704, 705. Эти батареи приняли активное участие в обороне Севастополя и погибли вместе с последними защитниками. Для тех, кто не в курсе, с крейсера, который затонул примерно в тех местах, где топился Черноморский флот, якобы топился. В Крымскую войну было снято гораздо более тяжелое вооружение, снято его практически две трети и сняты, подняты на поверхность боеприпасы и порох. И также, как вы поняли, данные орудия были установлены на береговых позициях и покрошили в окрошку немало нацистов. Ну а теперь смотрим на те корабли, которые топились парусные и сравниваем с крейсером «Червона Украина». Видно, да, что корпус линейного корабля того времени был примерно раза в два выше, чем корпус крейсера. То есть снять орудия, по крайней мере, с этого четвертого яруса и даже с третьего, представлялось бы делом совершенно несложным. Даже если бы они вот так вот затонули со всеми орудиями, со всеми припасами, как нам в Тюхево, повторяю, что если бы с затопленных кораблей была снята хотя бы половина, даже не две трети орудия, а половина, то каждые 20 метров там бы на линии фронта стояло по крупнокалиберному морскому орудию. Это была бы стена огня, стена огня. Что же было у защитников южной стороны Севастополя? А вот читаем, 20 полевых орудий, 8 орудий, 12 орудий, ну примерно 50 орудий всего было. 50 орудий – это половина артиллерии одного единственного линейного корабля из той массы кораблей, которая была затоплена. Мне, конечно, могут возразить, что типа корабли топились на глубине, и поэтому снять с них ничего потом не удалось. Ну так я отвечу, что это еще большая чушь, потому что топить корабли на глубине, чтобы поверх них ходили туда-сюда, взад и вперед, только зачем их вообще топить? Ну и последний штрих по поводу затопления флота в Севастополе. Я попытался установить, а были ли эти корабли когда-либо подняты из воды-то. То есть, по идее, вот на этой фотографии, вот здесь, вот здесь, должно быть все забито кораблями, затопленными. То есть, возможно, их подняли. Так вот, я отвечаю, что в истории нет, кроме деревянного фрегата, ваза, поднятого, вот буквально недавно, в истории нет ни одного случая, когда бы поднимались деревянные корабли. Это значит, что если бы корабли топились вот здесь, они бы торчали бы до годов 1930-40-го, когда у нас и Прон начал поднимать корабли. А это значит, что в течение полувека здесь бы было бы ни пройти, ни проехать. Этот порт бы, город Севастополь, он бы захерел. Никто не поднимал деревянные корабли. Нету таких сведений, нету такой информации. Это значит следующее, что здесь вы не найдете ни одной пушки, ни одной железной штуки затопленных кораблей, потому что флот не отопился в Севастополь. Ну и еще немножко вдогонку. Корабли деревянные, они горели, они взрывались, крылья камеры у них взрывались, они разбивались о скалы, штормах, они тонули перевернутые громадными волнами, но ни один из них не тонул, утопившись. Я, по крайней мере, не знаю ни единого случая в истории, чтобы корабли деревянные топили. И возникает вопрос, что произошло с флотом и где он погиб. На этом доклад закончил. Всем добра. Здравия всем желаю. На этот раз хочу поделиться с вами своим огромным удивлением по поводу того, как закончилась Крымская война. Я имею в виду не подписание там всяких бумажек, все такое. Я имею в виду, как они стрелять закончили. А закончили они стрелять очень просто. Вот Севастополь, вот южная сторона, вот северная сторона. Так вот, основные боевые действия шли вот здесь, на южной стороне. И, соответственно, наши войска, когда исчерпали все возможности обороны, они по наплавным мостам переправились с южной стороны на северную, после чего эти мосты уничтожили. Ну, а дальше начинается песня. Если смотрим сюда, на шкалу, один километр, да? То есть вот это вот все, это примерно пять километров. То есть, после того, как войска переправились вот на эту сторону, с этой стороны, на эту сторону, да? Вот тем, кто их тут донимал, беспрестанно просто, да? Им, ну, никак не стало возможным пройти вот эти вот пять километров и обрушиться на них вот с этой стороны. Нет. Они даже не попытались этого сделать. Словно это был не какой-то там заливчик, Севастопольская бухта. Словно это был целый пролив, через который нужно переправляться на плавсредствах. Ну, допустим, Босфор. Вы думаете, я это выдумываю? Нет, не выдумываю. Вот читаю вам. В ночь на 28 августа 1855 года противник овладел ключевой позицией Малахова-Кулгана, что предрешило исход Севастопольской обороны. Вернейшая оборона города не имела смысла. Князь Горчаков за одну ночь перевел свои войска на северную сторону. Город был подожжен, пороховые погребы взорваны, военные суда затоплены, оставшиеся. Союзники, однако, не решились преследовать российские войска, считая город заминированным, и только 30 августа вступили в дымящиеся развалины Севастополя. И ничего, ровным счетом, ничего по поводу перейти на другую сторону бухты, ну и там всем вломить, а их было 175 тысяч уже там, а наших было в два раза меньше. У меня вопрос к вам, ко всем моим слушателям. Кто-нибудь из вас поверит в такую вот историю? Кто-нибудь поверит? На этом доклад закончил. Всем добра.